Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие в университете рабочих корреспондентов. Тема занятия «Особенности организации забастовок в морской области». Ведет занятие председатель профсоюза работников флота «Морской профсоюз» Юрий Викторович Курнаков. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, товарищи! Тема очень, на мой взгляд, интересная и насыщенная. С одной стороны. С другой стороны, можно ли вообще сейчас у нас где-то приводить забастовки? Не только на морском транспорте. На сегодняшний день сложилась ситуация такая. То есть, согласно ввели поправку последней. И, согласно ввели поправок, сейчас практически, чтобы совместить все процедуры и провести забастовку, практически невозможно. Я говорю про берег. То есть, понятно, что в втором кодексе есть определенная статья, 37-я, и там говорится о том, что как можно проводить забастовки, нужно согласительные процедуры провести, потом можно провести сначала, потом собрать более 50% трудящихся, которые должны поддержать, потом должны убедомить соответствующие структуры, потом, если место проведения, это нужно с верхним местом с властями согласовать. И в лучшем случае, если это дело, как сказать, мы можем привести забастовку людей, то это пройдет, ну, может, месяц. А потом вам еще скажут, вы можете проводить где-то в лесочке, там, за Санкт-Петербургом, там где-то еще, возле, так сказать, зданий там нельзя провести, потому что здесь какое-то мероприятие, а как у нас было, допустим, по Сахарину, там в Бахе проводили забастовку, по Сахарину, в Бахе проводили забастовку, ну, не забастовку, а выйдет, выйдет. Так для того, чтобы каким-то образом сделать все равно труднее, они, во-первых, запретили мегафор. То есть вы не можете мегафор раздавать, вы можете говорить только своими словами. Говорят, что вы помешаете жителям. Во-первых, был самый день, второе, живых домов прямо не было. Третье, они взяли рядом, заплатили наблюдательную группу музыкантов, которые рядом встали со сценой и просто трепкали там во всю, как сказать, громкость и заглушали митингующих. То есть, как сказать, прописано у нас в Тудовом кодексе, прописано у нас в Конституции, да, как сказать, мы имеем право на забастовку. Кроме того, мы имеем право на одиночные пикеты. Фактически все забастовки у нас в стране свелись к одиночным пикетам. Плюс, то есть, можно провести одиночные пикеты, вы видите, допустим, возле какого-то здания встал человек, там, начинает говорить, или с плакатом просто стоить, говорили, что ничего не может в этом плакате. Мы уже сели в очень пикеты массово, но в каждом регионе есть своя дистанция. Вот ты стоишь с плакатом, рядом стоит человек с таким же плакатом, он стоит, допустим, 5-7 лет от тебя. Вот таким образом. Поэтому говорить по забастовке у нас, что мы имеем право на забастовку, как сказать, довольно, у меня говорят, смешно. Когда мы видим, допустим, там сейчас массово идут протесты во Франции, в Германии и все прочее, в том числе наши товарищи, с которыми мы общаемся, просто уже с дорожников Франции, активно выступают на забастовке. Процедуру у них намного проще провести эти предприятия. Кроме того, когда была пандемия, то были такие вещи, то есть чтобы люди не смогли выйти на улицу и провести какие-то митинги, говорили, что нужно в масках, нужно в дистанции, пандемия, нельзя. А вот, кстати, в Ахе интересный случай произошел, когда проводили митинг, но все одели маски. Потом, задержали несколько человек, милиции, привели следующие претензии, что почему вы скрывали свои лица. То есть, с одной стороны, вы должны быть в масках, а предъявили им претензии о том, что почему вы сами, как сказать, отшифовали, за то, что они скрывали лица, хотели скрыть тем самым свои лица. Сейчас у нас другая ситуация, у нас сейчас специальная военная операция, и всегда можно любой мирной сейчас акцию подвести под все, что угодно. То есть, и терроризм, и все прочее. Но, как сказать, мы, конечно, все понимаем, настоящее, что, да, серьезное и легкое расстояние, но для того, чтобы в любом случае жизнь в стране не улучшается у нас, цены раскроют. И в любом случае, как вы, отчаяния закройте, допустим, да, не давайте ему цены, если пара выйдет, он говорит, в любом случае, потом сорвется. Поэтому все эти вот вещи, которые сейчас наше правительство пытается, как бы, не дать, что у нас все хорошо, нехорошо у нас. Надо давать пару выйти наружу. Вот. Что у нас еще осталось? Как мы можем в этом плане какие-то протесты свои. То есть, ну, есть у вас в Трубовом кодексе, если у вас задерживаются зарплаты свыше 15 дней, вы можете представить свою работу. Вот. Теперь переходим немножко, что-то, что-то, ближе, уже к морской теме. Я вам рассказал, что я поберегу, а в морской теме еще намного сложнее. То есть, официально согласовать забастовку, допустим, офис компании, зарплата не плавится на кораблях. Вы должны собрать свыше 50 человек с пароходом. А пароходы могут работать по всему миру. То есть, практически нереально. Вторая ситуация. Каким образом можно еще сделать? То есть, организовать забастовку на пароходе. Ну, в свое время это можно было делать, но полностью дожить работу на суде невозможно. Поэтому, когда еще было понятие забастовки и можно было проводить их на измене в Трудовом кодексе, то мы делали следующим образом. Мы делали протокол собрания на судне. После этого уведомляли всевозможные власти, то есть, милицию на водном транспорте, потом уведомляли администрацию города, капитана порта, давали в прессу, пресс-релиссу, там идет акция, мы называли не забастовка, акция протеста, в основном это были вопросы с неопытой зарплаты, что любой локаут запрещен. До какого-то момента проходило. Дело в том, что судно может загрузиться в один день и уйти. То есть, нужно все это было быстро делать, согласовать и все прочее. Ситуация такая, что мы уже планируем провести эту акцию протеста, а в это время мы уже не согласовались, судно ушло. Все, моряки остались без зарплаты, в каком порту дальше будут, где их ловить и все прочее, то есть, неизвестно. Я уже не говорю про те моменты, когда, допустим, это происходит не в наших портах, а наши моряки, допустим, где-то списываются без зарплаты в иностранном порту, а судно вообще тоже не в российской приписке, допустим, кипрский флаг, приписка Римасолу и куда-то еще. То есть, потом им просто некуда обратиться по нему поди зарплаты. Поэтому мы проводили таким образом, согласовывали раньше акции протеста и судно, еще мы писали в своем заявлении о том, что мы проводим акцию протеста, приостанавливаются все работы швартованные, швартованные и все прочее, с исключением работ по обеспечению безопасности судна. Потому что судно все равно нельзя бросить. То есть, вахта стояла. Но и каким образом мы добивались результата? Бывало, добивались результата буквально за 2-3 дня. почему? Во-первых, судно стоит у причала. На это судно, допустим, на место его должно прийти другое. За причал нужно платить. Простой судно для владельца, то есть, портовые сборы, причальные, лоцманские проводки, все прочее, в зависимости от размера судна, составляло где-то порядка от 5 тысяч долларов в сутки до 30-40 тысяч долларов в сутки. Когда вопрос стоял по зарплате за должности порядка 60 тысяч за несколько месяцев, допустим, то судно один день простоит, два, тоже как сначала угроза и все прочее, а потом владелец приходит и тоже платит, потому что он понимает, что себе дороже. Сейчас ситуация немножко попроще стала в морской отрасли, но не везде, конечно, в связи с тем, что была принята сводная конвенция, конвенция о труде в морском судоходстве, но, что было понятно немножко, что с 1906 года начал издаваться конвенции о труде, международной организации труда, и в итоге по каждой отрасли, вот, я в свое время здесь в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда еще, брал этот двухтомник, там сотни конвенций по каждой отрасли, по стилькам, по металлургам, там и все прочее, конвенции каким образом здесь принимались, практически после каких-то несчастных случаев или каких-то происшествий, и в эти конвенции описываются, допустим, такие вещи, о труде, в смысле, вот, о минимальном возрасте, допустим, о вредных работах, если брать у моряков, там, вопрос найма, о минимальной зарплате, там, все эти вещи, но эти конвенции, как правило, ратифицировались одной страной, там, по морякам, допустим, было 87 конвенций морских, это самое большое, и получается, одна страна ратифицировала две конвенции, другая три, третья десять, в итоге, вот такая нерезбериха была, и вот, когда ты предъявляешь какие-то претензии согласно конвенции, они говорят, а мы это не ратифицировали, в частности, в России тогда было ратифицировано порядка десяти конвенций всего, из 87, но в 2006 году была принята сводная конвенция о труде в морском судоходстве, и там все 87 конвенций обошли, и на уровне, как сказать, получается, правительства, потом это профсоюзы и судовладельцы, то есть, вот три страны подписали эту конвенцию, и она вступила в действие. Россия ратифицировала конвенцию в 2012 году. Что говорит эта конвенция? Ну, во-первых, все эти конвенции, допустим, там, вот, у моряков есть такие вещи, сколько нужно, допустим, вилок вложить на камбузе даже, сколько должно быть матрас, подушка и все прочее, ну, все расписано. Соответственно, кстати, на основании конвенции мы делали коллективные договора, нам ничего думать не нужно, все основано на законе. Конечно, труднее там по минимальной зарплате, но все равно, там есть минимальная зарплата, но нужно устанавливать какие-то комиссии, собирать приоритетные и эти вещи устанавливать. Соответственно, раз конвенция принята на уровне государства, значит, государство, которое приняло конвенцию, должно что сделать? Назначить, соответственно, соответствующего органа у себя в стране, который должен отвечать за исполнение конвенции и второе за выдачу свидетельств на то, что судно соответствует этой конвенции. У нас в стране было принято две организации назначены. Первая организация, которая выдает свидетельство о соответствии этой конвенции отрудия морского судоходства, это морской регистр. второй орган, который должен проверять выполнение конвенции, это получается у нас портовые власти, это портовые инспекторы морские. Но, как у нас все это всегда делается, по большому счету, морскому регистру это совершенно ни к чему, у них своя работа, они регистрируют суда на класс, на все прочее, разработали они листочек, приходит владелец, написал, что нужно, они поставили штампик соответствую. Я прихожу, говорю, ребята, а как вы критерии, откуда берете? Вы что, специалисты в этом деле? Вы читали этот коллективный договор, мы в этом не разбираемся. А как вы даете свидетельство? Порция контрола, которую нужно проверять. А у них свои безопасность мореплавания, потом техническое состояние судна освидетельствовало. У них есть токийский парийский меморандум, им совершенно плевать на эту конвенцию. Говорю, как вы? Вы просматривали их минимальную зарплату? А мы что, должны? То есть, как обычно сделали. То есть, те, кто именно должен этим заниматься, профсоюзы, их не привлекли к этому. Тем более, и мы сейчас пытаемся уже после этого найти с ними контакт, чтобы где-то даже проводим обучение, где-то пытаемся несовместные проверки проводить. Но, что еще? Возвращаясь к забастовкам и акциям протеста. Все делается для блага людей. И делается, как много примеров в истории есть, когда попалируется одна цель, а фактически закручиваются гайки. Раньше в порт можно пройти мы делали просто по профсоюзному удостоверению. То есть, просто заключали с капитаном порта, с директором порта с безопасным службой ихней, что мы имеем право проходить туда и проходили на пароходе, чтобы можно было инспектировать моряков. И если там акцию протеста, то есть организовать акцию протеста, поддержать, мы все это законно сделаем. Потом решили сделать следующим образом, то есть порт разделили на части. Каждый терминал стал своей компанией службой безопасности. Теперь для того, чтобы пройти туда, как возвращаться к слову, благо и цель, терминал, цель борьба с терроризмом. Поэтому сделали закон о морских портах и там ввели функции о том, что должна быть обеспечена безопасность, поэтому и в каждое лесной терминал, нефтяной терминал, везде своя стивидорная компания и везде своя служба безопасности. И теперь для того, чтобы пройти туда, на терминал, ты просто в порт зашел, дальше идешь в терминал, нужно, чтобы получить там разрешение, чтобы зайти туда. Ты можешь получать разрешение, а моряки даже, допустим, тебя ждут, потому что связались, у них проблемы. Нужно посетить инспектора, чтобы посмотреть, что делать, не задержать сюда, а ты не можешь на судно попасть. Плюс говорят, а вот у нас мы за безопасность отвечаем. За безопасность следующего образа отвечает, что сделали платные проходы. То есть ты хочешь на терминал попасть, допустим, в терминал, он говорит, вот, столько можно заплатить за вход, а на машине, допустим, еще больше. То есть практически перекрыли доступ к морякам. А как с моряками общаться? То есть нужно разговаривать с ними на судне, и для того, что допустим судно задержать и что-то еще прочее. Ну сейчас тоже выходим из положения, чтобы моряки написали какие-то вопросы у них есть, задержка зарплаты, еще что-то. Мы ссылаясь на конвенции заставляем портовую власть, чтобы они судно задержали. Но задержка судна не всегда решает все вопросы, потому что судно задержали потом в Севастополе у меня такая ситуация, что судно вообще с владельцем было брошено. Хорошо, но они задержали судно. Судно брошено, судноделец исчез. А как получить зарплату? Я разговариваю с капитаном Порта, а он говорит, а мы не можем его, как сказать, не продать ничего. Подойти в суд капитане, мы не имеем права. поэтому очень тяжело в этом работать для того, чтобы попроще с этой конвенцией стало, сразу скажу, попроще, но все равно вопросов очень много. Есть у нас, кроме сводной конвенции отрыва морского сухоходства, конвенция ООН по морскому праву, где каждое судно может быть задержано по любой причине, не смотря ни на флаг, ни на принадлежность в любом порту мира, на основании морского требования. Если не выпад зарплаты, тоже создается морское требование, но что сделано? Есть понятие морского требования, но оно должно быть прописано в нашем законодательстве, что такое морское требование. Как это? Если ты идешь в суд, говоришь, я вот морское требование создал, я его подаю в суд, а судей говорят, а что такое морское требование, мы вообще не знаем. Кстати, по конвенции в морском судоходстве, когда я судился здесь в Суде по морякам, судей говорят, мы будем, мы знаем гражданский кодекс и ГПК, гражданский процессуальный кодекс, я говорю, конвенция выше, они говорят, а мы не знаем, что такое конвенцию. У нас есть инструкция по большому счету, когда принимается конвенция, должны быть все эти пункты прописаны в тех законодательных актах, чтобы потом на них можно было руководствовать действию, но это нигде не прописано. Вот, ну, это вкратце, таким образом, я здесь хотел показать несколько, как сказать, может быть, старых фотографий, все прочее. это вот Владивосток, большая компания, дальморепродукт, рыболовная компания, 25 тысяч человек было там, работало. Все, ее нету сейчас. Это вот моряки, которые там было подвинуло под банкротство, и когда возник стихийный митинг, получать стихийно, почему? А здесь если вот посмотреть, допустим, здесь узкая такая дорожка, а здесь дорога. И людей собралось много, и потом приехала милиция, сказала, вы нам перекрыли дорогу. А там вот же как-то, там татуарчик вот буквально маленький. Вот. Потом там еще предъявляли претензии. Вот. Мы подали иски по данной компании. Нам в этих исках как-то, не то, что, мы принимали иски, мы решение не выносили, а ничего не платили, потому что банкротство подразумевает собой, что есть первая очередь, это инвалиды, там все проще должно выплачиваться, ну, по закону, вторая очередь есть по зарплате, но есть, оказывается, нулевая очередь. Это затраты конкурсного управляющего. Поэтому фактически ничего здесь не получится. Но мы получили, мы вот потом когда накопилось наших исков на сумму 2 миллиона долларов за должности, тогда вот приехали и вопрос начал решаться уже по существу и как бы мы все-таки вопрос порешали. Это вот тоже самое возле Дальмур продукты. Там кстати произошел еще очень такой в этот раз как раз в этот момент случай там было когда приехала милиция приехал сам начальник милиции города и начал разгонять а там была женщина с ребенком на руках вот и в итоге там это самое получается и были кадры и все прочее он ее ударил простить ребенка по лицу может промахнулся получил ребенок на руках а потом еще пытались ее же обвинить что она как кстати появлялась полиции милиции тогда пришлось еще нанимать адвоката или чтобы потом полностью защищать эту женщину Денидова кстати Светлана помню ее фамилию имя вот фамилия этого милицейского начальника была Лысенко и кстати ситуация интересная получилась все-таки мы добились его увольнения с должности и он был начальником городской полиции милиции и стал начальником отдела кадра краевой полиции после этого через год ну как всегда у нас это единственный кадр остался но это была очень жесткая забастовка в Владивостоке это уже тогда моряки получают деньги это был теплоход Кайт танкер кстати порт самая сувладелец был Ленинград зарегистрирован в Германии вот фамилия его сувладельца была Грязнов как-то говорит шесть месяцев воевали то есть и нанимали бандитов и другой экипаж пытались сменить все прочее капитан ну тяжело этот самый пресс такой выдержать и капитан просто в каюте закрылся и сел на алкоголь руководил всем этим делом старпом приходилось даже мне и инспектору ночевать потому что были сообщения захвате судна и бандитами потом милиция приезжала с автоматами хотела там другой экипаж ну вот отсояли мастерки вот это очень тяжелая была ситуация а это вот интересный как сказать это за эти вещи должен отвечать у нас портов власти вот портовая контроль который должен выпускать судно это судно это чопики в борту которые ниже ватерлинии деревянные чопики то есть судно дырявое которые вот они забили чопики они ниже ватерлинии вот смотрите это судно идет просто так это на Японию дрова везут но оно идет почему так криво потому что в борту дырки ниже ватерлинии они крен сделали и чопики вставили чтобы судно не утонуло когда там у меня были другие кадры когда уже японские власти подошли они были в шоке как вы вообще идете вы чё вы же смертники ну вот а как судно вообще выпустили власти то есть судно перед тем как выпускать должны во-первых как с репортов власти освидетельствовать вот такое цены все за деньги все что угодно можно было это брошенные наши моряки в Южной Корее в Пусане это я когда там был в Пусане мы вместе с корейскими как сказать профсоюзами ну не то что искали потому что по большому счёт наши порты практически опустили тогда во время перестройки и все рыбаки особенно ловили рыбу в Ахатаморхе в Ахатском море в нашем регистрировали фирму допустим Сахалинь и Владивасофию в Хабаровске а фактически истинные хозяева были в Южной Корее то есть они везли туда рыбу и всё прочее но естественно были очень много таких что легче было бросить экипаж вместе с судном то есть они сделали допустим себе прибыль рыбу там наловили а дальше допустим смотрят ремонтировать судно большие деньги а что зарплату экипажу зачем платить они просто бросали и исчезали и вот таких допустим у Южной Кореи было очень много очень много было и они обращались корейский профсоюз все прочее то есть корейцы уже тогда обратились ко мне я тогда в Владивостоке ещё жил вот и говорят мы не понимаем что делать с ними потому что языковой барьер рыбаки как правило вообще по-английски не говорят по-корейски естественно и вот мне приходилось несколько раз туда выезжать мы знали уже какие-то проблемные эти пароходы и всё прочее то есть вместе с корейскими профсоюзниками мы ходили в порт и уже там ходили втроём то есть ходил инспектор корейский я и адвокат сразу юрист и когда мы брали эти заявления у них намного проще законодательство мы просто брали юрист тут же подавал в суд накладывал арест на судно потом выделялись деньги на репетриацию моряков с Пусана допустим в Россию за счёт профсоюза корейского а эти издержки уже включались в сумму иска потом судно продавалось как сказать ну такие суда уже на металлолом практически и брали счета и потом уже пересели деньги морякам вот так но это я потом покажу ну можно если ладно уже так в порядке это просто мне прислали моряки это тянут нефтевышку на Сахалин с находки это вот этот остов делали находки это всё что мы на сегодняшний день не умеем вот называется импортозамещение то есть мы говорим что нефтевышку мы там делали и всё прочее то есть в находке именно делали вот этот остов этот остов это платформа это низ вверх соответственно делали Южная Корея и всё прочее то есть поэтому сейчас у нас очень большие проблемы то есть мы не можем сами делать ничего вот в принципе вот это можем сделать но это всё равно громадное сооружение просто вот здесь это Холмск это порт вот эти пароходы они обслуживают нефтевышки непосредственно там очень сложные как сказать сами суда я их называю космический корабль там даже штурвала нет там всё на джойстиках всё прочее там сидит капитан и всем управляет там он в реальном времени видит на компьютере как там топливо закачивается там цементные какие-то подушки там трубы какие-то это сложная вещь нефтевышка это опять возвращаясь к Пусану это я из судов нашёл просто брошенного капитана капитана отправили на судне и он там просто а каким образом там выживают вообще наши которые брошены там моряки ходят побираются на судне где-то нас кто-то накормил кто-то чего-то кто-то если можно нелегально в порту поработать таким образом тоже когда уже хорошо у него были судовые документы мы забрали судовые документы подали в суд тоже его взяли билет репатрирую потом когда судно продали уже заплатили заплату это Владивосток это хотя судно все по иностранному судно владелец российский то есть стоял в Владивостоке мы соответственно провели акцию протеста потом мы еще и в суд подали и мы арестовали его сначала мы мы же делали каким образом не только проводили забастовку мы забастовку проводили чтобы судно удержать а как взыскать деньги если допустим судовладелец не хочет платить надо в суд подавать а суд что делает ты подаешь в суд сегодня судно стоит допустим в Владивосток интересно допустим бухта Золотой Рог на той стороне как сказать Ершель здесь Чуркин там один суд Фроновского района здесь Первомайского района судно стоит во Фроновском районе подаешь суд на обеспечение ареста и в обеспечении как сказать иска обеспечение арест чтобы наложил судья судья делает что он рассматривает 10 дней судно в это время переходит в Первомайский район просто перешло на другую погрузку я прихожу судья она говорит а я ничего не знаю в моем районе все подавай туда билиш туда пока подал раз судно ушло поэтому мы делали акцию протеста чтобы судно не ушло и параллельно подавали в суд а потом уже когда суд выносил арест и взыскание по зарплате мы уже снимали там уже без разницы было проводить подавали в судно арестован это тоже этот бойджер стоит тогда и привлекали прессу были у нас свои корреспонденты и все прочее то есть которые по первому нашему зову прямо прибегали с первого канала были ребята в основном тоже были тогда активные корреспонденты которые хотели что-то сделать сейчас я думаю что просто побояться прийти на такие вещи это вот опять Пусан мы вместе с корейскими профсоюзами арендовали судно и много судов стояло на рейде и мы проходили как сказать рейдовым катером подходили к каждому судну и раздавали допустим литературу информацию о профсоюзах и в том числе если были какие-то проблемы тут же обменивались адресами и все прочее чтобы они скидывали пришли в офис и написали заявление что там происходит чтобы мы ими занялись это то же самое это Пусан он там лысенький это оказывается товарища стерекапитана знакомого но слава богу у них проблем тогда не было это вот тоже у нас как сказать рейдом катерями с южными корейцами входим по рейду а это вот когда мы к судну подходили то есть если смотрим русская вещь я раздаю литературу если там корейская корейская если английская либо я или подходит корейцам ну это как кстати моряки написали нам благодарственное письмо это очень долго вот этот пароход теплоход Ола да он бастовал у нас в Владивостоке 6 месяцев там тоже было столько всего там был захват судна маски шоу как это называется то есть мы когда это судно арестовали а сначала ареста не было то есть вот как я рассказывал то есть была сначала акция протеста параллельно с суд судья за нашей спиной вынесла решение о том что там идет незаконная забастовка обычно чтобы эти вещи сделать я говорю чтобы забастовку организовать или какие-то вещи сделать судья кто сейчас в судебном процессе знает что очень трудно здесь суд от судовладельца юрист подает даже помню фамилию юриста пекарский такой оказалось что он был сыном начальника управления юстиции приморского края пекарского он подает судье ведем которые в течение получаса выносят решение а под управлением юстиции были служба была у них УИН управление наказанием исправление наказания то есть этим маршем шоу он соответственно позвонил папе папа тоже организовал и буквально в 6 часов маски шоу как детективы захватили все судно там были автоматчики которые там рубку захватили там все прочее то есть и потом моряки бросали записку за борт что помогите писали мой телефон я звонил ФСБ и юристу там которые мы приезжали на судно и освобождали судно от этих захватчиков вот поэтому поблагодарили за это получили зарплату потом это как сказать одно из дел было судно рыбацкое ушло на Тайвань там было брошено совладельцем вот на Тайване и в итоге моряки там просто ни света ни воды ничего не было они там жили на верхней палубе там как сказать тоже вот эти дожди были как раз сезон дождей вот многие там побирались кто как кто-то в порт устраивал кто-то еще что-то рассказывал вот двое не выдержали один выбросился за борт в сторону берега с борта насмерть развелся другой на переборке повесился вот мы долго их вытаскивали оттуда с Тайвань помогала кстати им там на Тайване миссия этим рыбакам потом как сказать мы их репетрировали оттуда в Владивостоке я их лично встречал но к сожалению встретил не только их ну и вот это встретил я тоже передали мне две урны вот как раз которые один повесился на переборке а второй это самая за борт самая в сторону берега и принесли мне в правком это у меня в правкоме стояли две урны одна с портретом другая без портрета оказалось как обычно бывает у моряков один там с горожанской женой жил никто не хотел их похоронить потом по другому очень долго родственников ну то есть одну урну передал родственникам идея через неделю а вторую почти два месяца не стояла вот так что ну это опять сахалин вот как это сам вот это нефтьевышка молекпак и как ее обслуживает суда вот таким образом это вот опять же ну суда это я говорю что ну просто фантастические суда все конечно не наши построители все иностранные суда дело в том что для того чтобы обслуживать нефтьевышку эти суда когда подходят нефтьевышке им запрещено швартоваться то есть как концы бросать все прочее потому что ну по условиям безопасности все прочее но они выставляют дпс там у них самая система точку и куча подробней устройств он в течение как-то возле борта стоит и держит дистанцию метр-два то есть вот таким образом то есть это просто фантастические суда ну это из серии как сказать это вот эти фотографии которые я показываю по этим судам по нефтевышкам это мне моряки присылали и довольно профессионально снимали это глупыши птички такие на сахалине как раз по льдах они залетают на палубу а взлететь не могут потом им нужно разгон и прочее поэтому матрос это даже мало их обычно полностью заполнена палубой и просто матрос уже лопатой их за борт выбрасывает чтобы очистить палубу но это вот тоже красивая птичка орла там же сахалин вообще места просто просто красиво у нас ну в принципе все вопросы есть я могу прочитать насколько широка практика заключения коллективных договоров в морской отрасли дело в том что как сказать в свое время то есть никто если вы подойдете к любому работодателю скажете допустим давайте заключим коллективный договор он скажет для чего чтобы работникам лучше трудиться было жилось лучше условия лучше были вот зачем это нужно то есть заключить коллективный договор на добровольной основе никто не будет с вами заключить поэтому нужно было искать механизмы особенно у моряков ну вот судна здесь завтра его нет сегодня полгода работы здесь завтра его нет поэтому в свое время была выработана практика привлечения докеров и как сказать докеры блокировали судно для того чтобы не разгружали судно или не загружали поэтому судно чела простой проходил и тогда судноделец шел на заключение клетивного договора сейчас немножко стало попроще вот я говорил о конвенции о труде морском судоходстве но там сделали как сказать одну очень хорошую вещь до конца не прописали вопрос такой там написано что должен быть коллективный договор обязательно и там мы можем трудовой договор то есть получается трудовой договор и коллективный договор совершенно разные вещи и получается владельцы сейчас этим пользуются поэтому мы сейчас опять же сейчас ищем механизм для того чтобы можно было навязать этот коллективный договор потому что организовать моряков для того чтобы был заключен коллективный договор очень трудно я говорю потому что они меняются вот у него что-то не пошло и мы заплатили зарплату или что-то прочее то есть ну он пойдет на другой пароход еще что-то там мало платит он на другой пошел где-то может заплатить ну это конечно ситуация нехорошая но есть сейчас механизм и мы сейчас прорабатываем в том числе вот я говорил про морской регистр про капитанию которая проверяет и убеждая их о том что нужно все-таки заработать систему чтобы ни один пароход не уходил без коллективного договора потому что в коллективном договоре там не только зарплата там страховки там по болезни там практически все прописано там прописано и срок найма и опасные зоны которые можно двойная зарплата даже платить что моряк не может идти в эту зону без своего согласия есть вопросы репатриации защитный счет проезд там все там все прописано и тогда этот документ если что-то с моряком случилось то и еще если написано страховка у моряка допустим 180 тысяч долларов по летальному исходу да то при заключении коллективного договора мы требуем страховку что на самом деле эти моряки застрахованы эту сумму вот поэтому это очень важно а в трудовой договоре ты не пропишешь можно прописать а как моряк проверить исполнение это ну есть договоре они застрахованы страховокомпании нету были проблемы по доставке допустим даже прописано страховку по доставке допустим тела недавно у нас сейчас был случай на Тайване кстати моряк с сердцем случилось умер но был коллективный договор никаких проблем не было то есть ему заплатили как сказать ну наследникам заплатили 180 тысяч долларов эта ситуация конечно очень и сталкивалась с этой ситуацией непосредственно то есть вопрос существует ли опасность быть захваченным пиратами есть опыт разрешения подобной ситуации есть опыт и плохой и хороший первый раз я столкнулся с этим это был теплоход Лингстар был большая но это был 95 год еще пароход исчез полностью исчез из экипажа вот приходили родственники все прочее пропал он в Малаксовом проливе ну искали все прочее то есть много кстати один моряк не знаю то ли почувствовал сбежал с прохода вот он на порту он сбежал с прохода и остался жив подключали все и все но ко мне родственники обращались но к сожалению мы никого не нашли потому что как правило в Малаксовом проливе судно захватывают не Сомали а там просто захватывали судно с экипажем экипаж как правило ликвидировали убивали груз судно забирали вот потом были еще судно одно шло к Сингапуру не доходя до Сингапура попался связи тоже вот везло довольно такой серьезный груз не помню то ли трубы то ли что такое тоже не нашли было еще судно компанией Гермес Ванинской они шли на ремонт и взяли на перевозку трубы и к сожалению тоже ничего не нашли от них но здесь еще ситуация с пиратами Сомали там иногда выкуп требует вот как правило они там груз берут заплатили какой-то выкуп они а вот в таких как сказать основат в Малакском проливе там наши моряки исчезали бесследно к сожалению по судну последнего которое было я забыл как это назывался капитан как-то компанией Гермес ну у нас спутниковая связь все прочее то есть на каждом судне есть свой маячок который и судно отслеживается реальным как сказать временем есть система АИС автоматическая позиционирование судно которое отслеживается и оно должно сигнализировать где оно находится в любом моменте если судно даже утонуло то это будет сплыть и подавать сигналы но это устройство сигнальное оно очень дорогое там 1015-20 тысяч долларов и бывало шторм его спалбы смывает а судладелец начинает наказывать капитана почему допустим у тебя буй как сказать ты заплати мне сдержку и прочее и тогда некоторые моряки капитаны давали распоряжение приваривать его к лирам или привязывать естественно судно выходило если на одном месте с этим боем последний пароход похоже что судно просто перевернулось вместе с трубами это смещение груза вот очень много трагедий и судно тонуло и что никто не успевал спастись по пиратам ситуация очень сложная сейчас когда совладельцы начали брать на борт охрану вооруженную то нападение сразу уменьшилось но удовольствие это дорогое поэтому недавно узнал даже такую ситуацию что когда наши перевозили мягко говоря стратегические грузы в определенные страны и судно владелец не ставил охрану вообще ситуация очень беспечная со стороны судно владельцы понятно что он хочет сохранить уменьшить расходы но если у нас есть определенные места как Малакский пролив как это район Сомали эти места очень опасные поэтому без охраны я думаю что сюда даже если есть сюда там ходят даже база есть рядом с Сомали американская которая специально была для борьбы с пиратами но пока судно выйдет судно может быть захвачено расстояние большие поэтому должна быть охрана на судно то есть проблемы с пиратами есть к сожалению спасибо вопросы закончились заключительное слово спасибо что выслушали меня тема конечно морская очень обширная хотя все мы каким-то образом мы живем в морском городе кто-то из наших родственников кто-то из друзей все равно как-то связан с морем но все равно при всем при этом мы всей ситуации об этом не знаем вот я даже напомню такую вещь когда была пандемия мы все здесь страдали о том что мы не можем выйти на улицу маски нужно мы забыли о моряках о моряки годами не могли судно списаться они могли в порт не пускали в порт ни в какой они могли сойти на берег некоторые моряки вообще как сказать немножко разум теряли поэтому давайте все-таки думать наш морем перевозится практически до 80 процентов всех грузов моряки это так сказать морская возрасте очень важная мы морская держава поэтому давайте будем относиться к ней серьезно спасибо поблагодарим Юрия Викторовича лекция не только интересная и полезная ну и надеюсь что мы продолжим эту тему в будущем так объявление встречаемся в следующий четверг тема занятия объективные и субъективные основания разрушения СССР читает тексту доктор философских наук профессор Владимир Петрович огородников так что до следующего четверга спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok